Джек Лондон На ценовке Маккалоа В отличие от прочих раз жаркого климата, женщины Гавайи стареют красиво и благородно. Нисколько не пытаясь поправить природу или скрыть производимые ею опустошения, женщина, сидевшая под деревом Хау, могла бы сойти за 50-летнюю, на взгляд любого знатока во всем свете, но только не на Гавайи. Дети ее и внуки, и Роско Скендуэлл, за которым она была замужем уже 40 лет, хорошо знали, что ей 64 года, и предстоящего 22 июля исполнится 65. Она совершенно не казалась старухой, хотя надевала на носочки, читая журнал, и снимала их, чтобы устремить взгляд в сторону полудюжины детей, игравших на лужайке. Прекрасная была картина. Прекрасная, как древнее дерево Хау, огромная, точно, дом. Под ним она и сидела, словно в доме. Так обширна и уютна была его великолепная сень. Прекрасная, как лужайка, зеленым бархатом растелавшаяся перед нею. Как бунгало, столь же достойный, благородный и дорогой. А на горизонте, в рамке стофутовых кокосовых пальм, лежал океан. За рифом его темная голубизна переходила в густосиний цвет, а перед рифом вода отливала шелковым глянцем изумруда, нефрита и турмалина. А это был только один из полдюжины домов, принадлежавших Марти Скэндвелл. Ее городской дом в нескольких милях отсюда, в Гонолулу, на дороге на Уану, между первым и вторым каскадами, был настоящим дворцом. Полчищем гостей знакомы были уют и веселье ее горного дома на Тантале, и дома на Вулкане, дома Маука, и дома Макай на огромном острове Гавайи. Впрочем, и этот дом в Вайкике ничем не уступал им в красоте, прочности и роскоши обстановки. Двое японских дворовых мальчишек подстригали кусты гибиска, третий умело хлопотал у живой изгороди церея, цветущего по ночам и собиравшегося развернуть свои таинственные чашечки. Из дома вышел с чайным прибором слуга-японец в безупречных панталонах. За ним следовала японская горничная, хорошенькая, как бабочка, в национальном кимоно, порхавшая, как бабочка, около хозяйки. Другая японская девушка с ворохом мохнатых полотенец на руке пересекала лужайку, направляясь к купальням, из которых уже выбегали дети в купальных костюмах. А дальше, за пальмами у морского берега, две китайских няньки в нарядных национальных кофтах из белого ешона в полосатых панталонах с болтающимися на спине толстыми черными косами возили ребят в колясочках. Все это, слуги, няньки и внуки, принадлежала Марти Скэндуэлл. Кожа внуков была такого же цвета, как и ее кожа. Несомненный гавайский оттенок, загар от золотого гавайского солнца. Они были гавайцы на одну восьмую и одну шестнадцатую. Это значит, что семь восьмых и пятнадцать шестнадцатых белой крови еще не успели стереть золотистого загара Полинезии. Впрочем, только опытный глаз заметил бы, что резвящиеся на лужайке дети не чистокровные белые. Дедушка Роско Скэндуэлл – чистокровный белый. Марта белая на три четверти. Многочисленные сыновья и дочери – белые на семь восьмых, внуки белые на пятнадцать шестнадцатых и в других комбинациях, смотря по пропорции крови родителей. Но род был хороший с обеих сторон. Роско происходит по прямой линии от пурита Новой Англии. Марта по столь же прямой линии вела свое происхождение от царского рода Гавайи, генеалогия которого воспевалась в Мэле, хвалебных песнопениях, за тысячу лет до появления письменности на Гавайи. В отдалении остановилась машина, высадив женщину, которой можно было дать никак не более шестидесяти лет. В действительности ей было шестьдесят восемь, а шла она по лужайке с легкостью крепкой сорокалетней женщины. Марта поднялась и поздоровалась с ней на сердечный гавайский манер, обхватившись руками, губы к губам, в лице и позах простодушное волнение. Так и сыпалась «Сестрица Белла! Сестрица Марта!» Бессвязные вопросы и расспросы о дяде таком-то, «Брать и таком-то, и тетушке такой-то!» Преодолев первый трепет встречи, они с увлажненными глазами сели, наконец, пить чай, не отрываясь друг от друга взорами. Можно было подумать, что не виделись и не обнимались они целые годы, а в действительности только два месяца прошло от последней их встречи. Одной было шестьдесят четыре года, другой шестьдесят восемь, но в каждой трепетало любовью жаркое, как солнце, сердце Гавайи. Дети хлынули к тетушке Белле и, только получив щедрую порцию объятий и поцелуев, удалились со своими няньками на пляж. «Я решила съездить к морю на несколько дней. Посадные ветри прекратились», — говорила Марта. «Да ты здесь уже две недели», — ласково усмехнулась Белла младшей сестре. «Я знаю от брата Эдуарда. Он встретился со мной на пароходе и насильно повез меня первым делом повидать Луизу и Доротею и его первого внука. Он буквально помешан на нем». «Господи!» — скричала Марта. «Две недели! Я и не воображала, что это так долго!» «А где же Энни и Маргарита?» — спрашивала Белла. Марта пожала дюжими плечами в знак снисхождения к своевольным дочерям, матронам, бросившим ей на руки детей после обеда. Маргарита на собрании в кружке физической культуры, «Они собираются засадить деревьями и кустами гибиско обе стороны проспекта Калакауа», — сказала она. «А Энни портит на 80 долларов резиновых шин, чтобы собрать 75 долларов для британского Красного Креста. Ты ведь знаешь, это ее общественный день!» «А Роско имеет право гордиться!» — продолжала Белла, подметив искру гордости и в глазах сестры. «В Сан-Франциско я узнала, что предприятие Хо-Ла дало первый дивиденд. А ты помнишь, как я приобрела тысячу акций по 75 центов для детей бедной Эбби и сказала, что продам, когда цена дойдет до 10 долларов за акцию?» «И все высмеивали тебя, и всякого, кто покупал эти акции», — утвердительно кивнула Марта. «Но Роско знал, что делал. Теперь цена акции 24». «Я вот продала свои с парохода по радиотелеграфу по 20», — продолжала Белла. Эбби теперь совсем помешалась на нарядах. Она собирается вместе с Мэй и Тутси в Париж. «А Карл?» — спросила Марта. «О, он честь-честью окончит Ельский университет. Это бы ему удалось во всяком случае, ты это знаешь», — возразила Марта. Белла, как виноватая, молчаливо призналась кивком в намерении провести на свои средства через университет сына школьной подруги и благодушно сказала. «Впрочем, было бы лучше, чтобы за это заплатил Хо-ла. В известной степени Роско так и делает. Эти акции я купила по его совету». И она посмотрела кругом, охватив взором не только красоту, уют и покой всего, на чем останавливался взор, но и далекую панораму других подобных оазисов, рассеянных по островам. Вздохнув, она добавила. «Наши мужья хорошо распорядились тем, что мы принесли им в преданное». «И счастливо», — согласилась Марта, но с подозрительной торопливостью оборвала себя. «Счастливы все, кроме сестры Беллы», — досказала Белла мысль своей сестры. «Очень уж неудачен был этот брак», — пробормотала Марта голосом полным участия. «Ты была так молода, дяде Роберту не следовало заставлять тебя». «Мне было всего девятнадцать лет», — сказала Белла. «Но Джордж Кастнер не виноват в этом. И смотри, сколько он сделал для меня после смерти». Дядя Роберт был умница. Он понимал, что Джордж — человек дальновидный, энергичный и настойчивый. Даже в ту пору, а ведь дело происходило пятьдесят лет назад, он понимал всю ценность прав на воды Нагала, которых тогда никто не ценил. Всем казалось, будто он стремится скупить горные пастбища. А он закреплял за собой будущее воды. И ты ведь знаешь, как ему удалось. Иногда мне просто стыдно думать о своих доходах. «Нет, что ни говори, в неудаче нашего брака Джордж не повинен. Я знаю, что могла бы жить с ним счастливо, и по сей день останься он в живых». Она медленно покачала головой. «Нет, не его это была вина. Да и ничья вообще. Даже не моя. А если есть на ком-нибудь вина...» И, казалось, она спешила предупредить укор замечаниям, сделанным вслед за этим. «Если и была чья-то вина, так это дядя Джона». «Дядя Джона?» — воскликнула Марта в полном недоумении. «Если уж искать виновных, так я бы сказала дядя Роберт, но дядя Джон...» Белла улыбалась и упрямо качала головой. «Но ведь это же дядя Роберт заставил тебя выйти замуж за Джона Кастнера», — настаивала сестра. «Это верно», — подтвердила Белла. «Но дело было не в муже, а в лошади. Мне вздумалось попросить лошадь у дяди Джона, и дядя Джон согласился. Вот откуда все пошло». Наступило молчание. Тяжелое, загадочное. Покуда голоса детей и тихие убеждающие протесты нянек-азиаток раздавались на берегу, в душе Марты Скэндуэлл созревало смелое решение. Она замахала рукой на детей. «Побегайте, дорогие, побегайте! Бабушке и тете Белле нужно поговорить». И когда пронзительные звонкие детские голоса замерли в отдаленном конце лужайки, Марта с грустью поглядела на лицо сестры, где тайная полувековая кручина провела борозды. Вот уже пятьдесят лет видит она эти борозды. И, несмотря на свое мягкое гавайское сердце, она нарушила, наконец, полувековое молчание. «Белла», — сказала она, — «мы ведь так и не знаем, ты ни разу не рассказала, но часто, о, как часто думали мы!» «И ни разу не спросили», — благодарно пробормотала Белла. «Но теперь, наконец, я спрошу. Мы на закате жизни. Ты слышишь голоса? Иногда мне страшно подумать, что это внуки, мои внуки. Мне кажется, я недавно, совсем на днях, была ветренной, беззаботной, быстроногой девчонкой, носилась на коне, плавала в сильном прибое, собирала ракушки после отлива, улыбалась разом десятку влюбленных. Так забудем же о сумерках нашей жизни все, все, кроме того, что я твоя сестра и что ты моя дорогая сестра». У обеих старух увлажнились глаза. Белла заметно дрожала, и слово готово было сорваться с ее языка. «Мы винили во всем Джорджа Кастнера», — продолжала Марта. А о подробностях догадывались. У него была холодная натура, ты же была пламенная гаваянка. Наверное, он был жестокий человек. Брат Уолькотт всегда утверждал, что он колотит тебя. «Нет, нет», — перебила ее Белла. «Джордж Кастнер совсем не был груб. Я часто почти жалела, что он не зверь. Он ни разу не тронул меня. Он ни разу даже не поднял на меня руки. Он ни разу не прикрикнул на меня. Нет, о, поверишь ли мне, верь, сестра, никогда. Между нами не было ни брани, ни попреков. Но этот его дом, наш дом в Нагала, был такой серый. Все его краски были серы. В нем было холодно и жутко, а я горела всеми красками солнца, земли, крови, родины. Холодно и скучно было мне с моим холодным серым супругом в Нагала. Ты знаешь, он был серый, Марта. Серый, как портреты Эмерсона, висевшие в нашей школе. Даже кожа у него была серая. Ни солнце, ни ветра, ни долгие часы в седле не придали ей загара. И так же он был сер душой, как наружностью. А ведь мне было всего девятнадцать лет, когда дядя Роберт разрешил этот брак. По чем я знала? Дядя Роберт говорил со мною. Он указал мне, что богатство и имущество Гавайи уже начали переходить в руки Хаоле, белых. Гавайские вожди все больше теряют свои владения, земли уходят вместе с гавайскими девушками, выходящими замуж за Хаоле. Управляют владениями их белые мужья, и они богатеют. Он указал на деда Роджера Вильтона, который получил в приданые убогие земли Маука от бабушки Вильтон, приумножил их и разбил на них ранчо Килохана. Даже в то время он уступал только ранчо Паркера, с гордостью вставила Марта. Он говорил мне, что если бы наши отцы были так же дальновидны, как деды, то половина королевских земель перешла бы к Килохана, и Килохана была бы на первом месте. Говорил он также, что говядина никогда уже не подешевеет. Говорил он, что великое будущее Гавайи построено на Сахаре. Это было пятьдесят лет назад, и события показали, что он был совершенно прав. Так вот он сказал мне, что молодой Хаоле Джордж Кастнер человек дальновидный и далеко пойдет, что нас, девушек, много, что земли Килохана по праву должны доставаться молодым людям, и что если я выйду замуж за Джорджа, мне обеспечено блестящее будущее. «Ведь мне было всего девятнадцать лет. Я только что вышла из школы вождей. В ту пору наши девушки еще не ездили учиться в Соединенные Штаты. Ты была в числе первых, сестра Марта, получивших образование на материке. И что могла я знать о любви и возлюбленных, не говоря уже о браке? «Все женщины выходят замуж. Это их назначение в жизни. Мать и бабушка и прабабушка все выходили замуж. Стало быть, и мое дело в жизни было выйти замуж за Джорджа Кастнера». Так говорил от своей мудрости дядя Роберт. Я знала, что он очень умный человек, и вот отправилась я жить с мужем в его сером доме в Нагало. «Ты помнишь этот дом? Нить деревца, одни волнистые пастбища, а за ними высокие горы. Внизу море и ветры, ветры в Анмеа и Нагало. Эти ветры гуляли здесь и в придачу ветер Кона. Но я мало их замечала бы, не больше, чем в Келохана или в Мана, если бы сама Нагало не была такой серой и супруг Джордж не был таким серым. Жили мы одиноко. Он управлял Нагало от имени Гленнов, которые вернулись в Шотландию. Тысяча восемьсот долларов в год плюс говядины, лошади, ковбойские услуги и дом при ранчо. Вот все, что он получал». «В те дни это было большое жалование», заметила Марта. «Но для Джорджа Кастнера по службе, которую он нес, оно было ничтожно», возразила Белла. «Я выжила там три года. За все эти годы не было ни одного утра, когда бы он встал позже половины пятого. Для своих нанимателей он был воплощенная преданность. Честный в расчетах до последнего гроша, он отдавал им свое время и силы полной мерой, и даже больше того. Может быть, от этого и жизнь наша была такой серой. Но ты послушай, Марта, из этих тысячи восьмисот долларов он тысячу шестьсот ежегодно откладывал. Подумай, только мы вдвоем жили на двести долларов в год. Счастье, что он не курил и не пил. На эти деньги мы ведь одевались. Я сама шила свои платья. Можешь себе представить, что это были за платья? Если не считать ковбоев, которые рубили дрова, я несла всю работу. Я стряпала, гладила, мыла полы. «А ведь ты с детства ничего не делала без помощи слуг», — соболезнующе воскликнула Марта. «Ведь в Келохана их был целый полк». «Ах, это голая, грызущая скаридность», — вскричала Белла. «Сколько раз приходилось экономить на каком-нибудь фунте кофе. От веника оставалась только ручка, прежде чем решишься, бывало, купить новый. А мясо? Мясо! Утром, в полдень и вечером. А каша? После я никогда в рот не брала за завтраком каши». Белла вдруг поднялась и прошла с десяток шагов, остановилась и обвела невидящими глазами ярко расцвеченный риф. Успокоившись, вернулась на место уверенной, грациозной, благородной походкой, которую никакое скрещивание не может убить в гавайской женщине. А между тем Белла Кастнер белой кожей, с тонкими чертами, была настоящая хаоле. Когда она шла, высоко подняв голову, и прямо глядя овальными карими глазами с длинными ресницами под великолепными дугами бровей, с нежными линиями небольшого рта, впитавшего, казалось, в себя сладость поцелуев за все шестьдесят восемь лет, то из почистой крови хаоле так и выпирала многовековая кровь королевского рода Гавайи. Она была выше своей сестры Марты и величественнее ее. «Ведь ты знаешь, мы славились скудостью нашего стола», добродушно засмеялась Белла. «От нагала до ближайшего человеческого жилья во все стороны было много миль. Нередко у нас ночевали запоздалые путники или застигнутые бурей. Тебе известно гостеприимство больших скотоводческих ферм, а мы были посмешищем». «Какое нам до этого дело, говорил бывало Джордж. Они живут со дня на день. Наш черед настанет через двадцать лет. Они будут жить так, как мы сейчас живем и питаться из наших рук. Нам придется кормить их, и мы будем кормить их сытно, ибо мы будем богаты, Белла, так богаты, что я боюсь даже сказать, тебе, но я знаю, что говорю, и ты мне верь». Джордж оказался прав. Двадцать лет спустя, правда, сам он не дожил до этого, мой доход составлял уже тысячу в месяц. Боже, что он составляет сейчас, я даже не представляю себе. Но мне было всего девятнадцать лет, и я говорил и бывало Джорджу. Теперь, немедленно, мы сейчас живем. Может, через двадцать лет нас не будет в живых. Мне нужна новая метла, и в лавках есть третьесортный кофе, всего на два цента за фунт дороже, чем ужасная дрянь, которую мы пьем. «Почему мне сейчас не есть яичницы на масле? Мне страшно хочется купить хоть одну новую скатерть. А наше белье! Просто стыдно класть на наши простыни гостей, к счастью, редко отваживающихся заезжать к нам». «Потерпи, Белла», — говорил он. «Скоро, через каких-нибудь пять-шесть лет, те, кто сейчас пренебрегает сесть за наш стол или спать на наших простынях, будут гордиться приглашением, полученным от нас. Те из них, кто останется в живых». Помнишь, как в прошлом году приезжал Стивенс, легкомысленный и расточительный друг всем, кроме себя? Жителям Кохала пришлось на свой счет похоронить его, потому что он не оставил ничего, кроме долгов. «Смотри, как и другие идут по той же дорожке. Вот твой братец Гель. Этак он не проживет и пяти лет. Он приводит всех своих дядек в отчаяние. А принц Лило-Лило, каким франтом он проскакал мимо меня с полусотней здоровенных буйных канаков верхами, которым гораздо лучше было бы заняться тяжелой работой и подумать о своем будущем, ибо никогда ему не быть царем Гавайи. Он не доживет до таких лет, чтобы сделаться царем Гавайи». И Джордж оказался прав. Братец Гель умер. Скончался и принц Лило-Лило. Но Джордж был не во всем прав. Он, не пивший и не куривший, не тративший лишнего усилия рук на объятия, не задерживавший своих губ в поцелуи секундой больше, чем нужно для беглой ласки. Он неизменно встававший до петухов и засыпавший, прежде чем керосин в лампе успевал выгорать на какую-нибудь десятую долю. Он, не помышлявший о смерти, умер раньше братца Геля и раньше Лило-Лило. «Потерпи, Белла», — говорил мне бывалый дядя Роберт. «Джордж Кастнер — человек будущего. Я сделал хороший выбор. Ваши нынешние трудности — тернистый путь в обетованную землю. Не вечно гавайцы будут править на Гавайи. Выпустили они из рук свои богатства. Выскользнет из их рук и власть. Политическая власть и земля всегда идут рядом. Будут великие перемены, будут революции, кто знает какие и сколько. Но только в конце концов хаоле заберут в свои руки и землю, и власть. И в те дни ты можешь стать первой дамой Гавайи. И Джордж Кастнер, возможно, будет править Гавайи. Так написано в книге. Так всегда бывает, когда хаоли сталкиваются с более слабыми расами. «Я, твой дядя Роберт, наполовину гавайец и наполовину хаоли, знаю, о чем говорю. Потерпи, Белла, потерпи. Дорогая Белла», — говорил дядя Джон. «А я знала, что он любит меня. Благодарение небу он никогда не уговаривал меня терпеть. Он понимал. Он был очень умный человек. Это была живая, горячая человеческая душа. И потому он был умнее дяди Роберта и Джорджа Кастнера, которые любили вещи, а не душу. Счета грозбухов, а не счет биений сердец. Больше любили складывать столбцы цифр, чем запоминать объятия и ласку взглядов, слов и прикосновений. «Дорогая Белла», — говаривал дядя Джон. «Он понимал меня. Ты ведь слыхала, что он был возлюбленным принцессы Наоми? Он был настоящий любовник. Он любил только раз. После ее смерти он сделался, говорят, чудаком. Да, так это и было. Единственная любовь раз навсегда. Ты помнишь внутреннюю запретную комнату его дворца в Келохана, в которую мы вошли только после его смерти и нашли там алтарь, воздвигнутый ей? Милая Белла, это было все, что он говорил мне. Но я знала, что он понимает меня. А мне было девятнадцать лет. И жаркое солнце Гавайи играло во мне, несмотря на три четверти крови Хаоле.